Остановился один из насосов. Насос остановился из-за большого количества мусора туда, который попадает. Это тряпки нерастворимые, салфетки. Говорится, вчера даже вытащили оттуда большую простыню. Остается вопросом, да, как он тут попадает, как это вообще туда дотекает, скажем так, да. Хотел бы в первую очередь обратиться к нашим жителям города все-таки, смотреть, что выбрасывать, и в канализацию не надо выбрасывать нерастворимые вещи. Вчера приезжала одна машина для откачки, вот как раз всей этой воды и вот этого мусора. Сегодня попросили помощи. Второй машиной приехала из Калуги. Две бригады помогают нам откачивать эту воду, брать салфетки. И еще приехал тоже из Калуги две машины и лососа, которые именно тоже выкачивают. Сейчас ведутся работы по откачке всей этой жидкости, чтобы перекрыть, каец, задвижку, и можно было спокойно чистить вот саму КНС-ку и очищать и смотреть, в каком стоянии эти насосы. Игорь Раудуви особенно подчеркнул, что такой засор может привести к поломке насоса. Приобретение нового и найм дополнительных бригад для ликвидации последствий обходится довольно дорого. Дешевле не смывать в канализацию, что попало. Управление городского хозяйства продолжает свои рейды по дворам города. С 15 по 21 января обследовали не менее 60 дворов. Было установлено, что работа по очистке механическим способом проводилась по улице Курчатова 15, 17, 43, 45, 80, проспект Маркса 124, улица Любово 11, Шадского 9, 11, 13, 15, Белковская 17, 17А, 23А, 25, Калужская 13, 15, 16, 20, 24, Ингреса 24, Ингреса 34, Победы 5, 9, 11, Аксенова 12, Королева 14, ну и там еще другие. Работа проведена большая по очистке параличной компании, как говорится, начали, наверное, слышать все-таки и убираться. Значит, там, где невозможно было убрать механическим способом, убирались вручную, убирались. Именно приоритет отдавался контейнерным площадкам и въезды во двор. Работа проводится, однако по семи, я бы сказал, по четырем параличной компании, по семи дворам информация о ненадлежащем содержании была направлена в государственную жилищную инспекцию. Дальше работаем, проверки проводятся, ну уже, в принципе, улучшение видно. Директор муниципального автономного учреждения благоустройства доложил о работе предприятия. На данный момент, с начала периода, у нас уже вывезено больше 23 тысяч метров кубических снегов из территории города. Работы продолжаются, так я уже говорил, у нас уже почти в полтора раза больше снега с предыдущим годом, мы уже вывезли, общее количество по цифрам. Также на территории города продолжается ямочный ремонт. За прошедшую неделю сделано 24 метра квадратных ямочного ремонта, в общей сложности 381 метр квадратный. Дмитрий Федоров говорил, что основная проблема при уборке снега – припаркованные машины. Директор утверждал, что людей заранее информируют о работах, но автомобили переставляют не все. А с конца этой или начала следующей недели планируется массовая чистка парковочных карманов. График обещали публиковать. У меня просьба тоже тогда к СМИ подключиться, чтобы вся информация о том, а где будет очистка территории от снега, поддержите, пожалуйста, тоже наше предприятие, для того, чтобы они могли качественно выполнить работу. Потому что в противном случае, вы сами понимаете, если стоят машины, почистить и вывезти снег оттуда невозможно. А потом сами мы сталкиваемся с тем, что невозможно припарковать машину. Директор клинической больницы номер 8 рассказал о ситуации с ремонтами. Ремонты движутся, продлились на этот год, на 24-й год. Это и вторая поликлиника, и детская поликлиника, и поликлиника номер 1. Ведутся переговоры. Сейчас ждем результаты от центрального аппарата ФМБА. То есть нам должны выделить доп. финансирование. То есть речь идет о дополнительном финансировании на вторую поликлинику. Это входная группа. Там пандус, очень сложный пандус, находится в аварийном состоянии. Его нужно, в общем-то, по-хорошему менять. По детской поликлинике речь идет о дополнительном финансировании на помещение, связанное с водолечебницей, с бассейном для детишек. Сейчас, в этом году, нам должны утвердить доп. объемы. С подрядчиком, ведущим работы в поликлинике номер 1, скорее всего, расторгнут договор и проведут новые торги. Четких сроков окончания работ руководитель больницы не назвал. Начальник 3-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Иван Дьяченко доложил об итогах крещенских омовений на Протве и Белкинских прудах. Происшествий спасатели и сотрудники МЧС не допустили. Дмитрий Глухов, Обнинск ТВ